Михаил Байчук В живописной местности на территории бывшего старинного монастыря в 20-е годы расположился художественно-керамический техникум. Заправляют процессом здесь выпускники мастерской Михаила Байчука, Оксана Павленко, Василий Ситляр, Иван Падалко. Учебная фотокомпозиция запечатлела молодых преподавателей и студентов во время сенокоса на фоне пейзажей Межигорье. Все преисполнены вдохновение и надежд до расстрелов и тотального уничтожения школы еще далеко. Это постановочная фотография, но она нам очень много говорит и о бойчукизме, и о людях, и о художниках. Это 20-е годы, это пик их надежд. И мы видим, в общем-то, счастливых людей. Несмотря на все бытовые сложности, это люди, которые создавали важность того, что они делают. Это молодые, полные энергии люди. Украинское искусство 20-го столетия дало миру грандиозные личности и произведения огромной художественной ценности. Но значительная часть этого наследия навсегда утрачена. Создатели выставки, посвященной школе Михаила Байчука, вынуждены были восстанавливать контуры уникального художественного явления по его остаткам. Как будто речь идет об античности или древнем шумере, с которым нас разделяют тысячелетия. И даже когда бойчукисты были политически реабилитированы в 50-е годы, все равно чиновники от культуры говорили, что это не является основанием для художественной реабилитации бойчукизма, как формалистического течения враждебного советской власти. Действительно, большевики приложили максимум усилий, чтобы до нашего времени не сохранилось почти ничего. Сейчас он не сбереглосся майже ничего. Мы начинаем с того, чем был такой бойчукизм. Это напрямок монументального мистерства. Выставка «Бойчукизм. Проект большого стиля» — это более 300 живописных, графических, мозаичных произведений. Залом эстетического арсенала как своеобразная лаборатория мастера. На основе незаконченных работ, прорисовок, эскизов зрители могли представить ту творческую кухню художников, где рождался новый стиль в искусстве. То есть деятельность бойчукистов и в живописи. Деятельность бойчукистов и в живописи, и в монументальной росписи, и в книжной графике, и в прикладном искусстве. Практически все мы собрали, что сохранилось из керамики бойчукистов. А сохранилось немного. Следует отметить, что законченных произведений самого бойчука их осталось несколько. Все они уничтожались в первую очередь. И еще современники говорили, что главная заслуга бойчука в том, что он подал идею, которую развивали его ученики. Подал идею, которую развивали его ученики. А учителем Михаил Львович Байчук прослыл еще находясь в Париже. Он собрал вокруг себя единомышленников и создал школу коллективного творчества. Удивил этим требовательный Париж, выставив свои произведения в салоне независимых. Недаром он создал по образцу, в общем-то, таких старых школ художественных. Когда собирались художники такими артелями и вместе работали, он отличался необыкновенной харизмой. Во-первых, художественной, как художник. Во-вторых, как человек и такой мужской харизмой. Он был очень сильным человеком. С умением убеждать, заражать вот этим своим видением искусства. Те, кто к нему приходил, были очень верными учениками. Бунтарь по природе Михаил Байчук видел перед собой четко очерченную цель – реформирование украинского искусства. Новый украинский стиль должен был стать действительно национальным и глубоко войти в повседневный быт человека. Вот еще тоже очень серьезный такой аспект. Он их научил делать краски минеральные, сами делали темперу на желтке. Он научил их технологии изготовления фрески, которой практически никто не владел. Как говорил Патолго, это способ работы с формой. Именно этот принцип обобщенности формы лежал в основе монументализма, как направления в живописи. Даже если взять небольшой рисунок бойчукистов, можно очень легко представить, как он вписывается в большую фреску или в масштабную роспись. То есть она может быть маленькой по размеру, но по своей сути это монументальная работа, пояснил Игорь Ксаметный. Монументализм по бойчуку – это прежде всего организация формы. Это особое построение на плоскости, лишенное всего лишнего. И монументализм может проявляться даже в небольшой графической работе, например, в Экслибрисе. А это искусство, которое должно быть доступно и понятно массам. И поэтому там было много таких сюжетов, которые рассказывали о сельской жизни. Как, например, было с санаторием в Хаджибее. Это одна из лучших работ, считается, бойчутистов. Луцкие казармы в 19-м году были расписаны они, причем там не только бойчутисты участвовали. Художники школы бойчука, несмотря на трудности, мечтали и верили в то, что своим искусством способны изменить мир к лучшему. Они создавали искусство монументальное, а значит вечное. Они амбициозно называли себя зодчими вселенной, которые творят большой национальный стиль. На самом деле, я думаю, что они хотели работать в первую очередь. Они совершенно не кривили душой. Они были дети своего времени. Они делали все это искренне. Они создавали новое искусство. Выставка разработана по всем законам драматургии. Хотя все экспонаты уникальны, на экспозиции выделялись знаковые вещи, которые стали кульминационными в проекте, рассказали кураторы. Это работа «Двое под яблоней» Бычука. Это считается такая светская икона. Работа Ракицкого прекрасная тоже. То есть вот этот архетип, который был связан с яблоней, все художники-бычукисты, Ивановы, Сидляры, Падалка, Ракицкие, они работали вот с этим сюжетом. Ну и, конечно, сами ранние работы Бычука. Это «Темпера», вот они небольшие, десятых годов. Они очень интересные, потому что они говорят о влиянии как раз тогда французского искусства на его творчество. У когорта бойчукистов был такой период, когда они были чрезвычайно успешны, востребованы и видели перспективность своей работы. Это, по мнению искусствоведов, было одной из причин, почему ни Бойчук, ни его ученики не покинули страну, не остались на Западе. Тут для него был шанс. Здесь для него был шанс. В 20-е годы дали ему шанс. Только в Академии искусств сформировалась школа Бойчука, как целостное направление. Здесь он мог осуществить свою мечту, обучить способную украинскую молодежь искусству. А содействие советской власти предоставило ему шанс реализации идей на монументальных объектах. Они были на гребне, это вообще считался трендом, бочутизмом. Мастерская гремела, в общем-то, на весь Советский Союз. Они выезжали за границу, они участвовали в Венецианской пенале 28-30-го года. Были выставки без конца за границей. У них там в Брюсселе, в Амстердаме, в Париже. Они, в общем-то, понимали, что делается в мире. Они соответствовали этому уровню европейскому. Это было еще единое пространство, пока не опустился вот этот вот железный занавес там в конце. Да, возможность эмигрировать и ехать, остаться на Западе у него была в 26-27 году, когда он ездил за рубеж. Наверное, все-таки была надежда, что вот до такой средневековой дикости и до такого террора все-таки не дойдет. Они были готовы к какому-то компромиссу. Это мы видим по работам начала 30-х годов. То, что у нас выставлено в конце зала, это уже компромиссный вариант бойчукизма. Это уже приближение к тому, что мы называем социалистическим реализмом. По мнению искусствоведов, одна из самых дискуссионных тем, как характеризовать бойчукизм. На какую полку творческих методов отправить это явление? Можно ли причислить его к направлению авангарда 20-30-х годов? Авангард – это как некая практика формирования нового художественного языка. Бойчук – один из этих людей. В этом смысле это, безусловно, авангард, потому что его поиски были сосредоточены на древнем искусстве. Не случайно Бойчук называет свою первую группу как школа возрождения византийского искусства. Другая точка зрения. Прежде всего, по духу своему. И от кубофатуристов, и от конструктивистов, и от, конечно же, супрематистов он был далек. Не столь уж важно, опять-таки, на какую полку мы отправим Бойчукизм. Он останется на своей. И занял, конечно же, свою нишу в нашем искусстве. Всесторонне презентовать школу такого мастера, как Михаил Бойчук, невозможно. Их произведения уничтожались вслед за своими авторами. Тем не менее, из уцелевших фрагментов большого стиля авторы выставки попытались собрать пазл, который дал всестороннее представление об украинском монументализме, отражающем сущность своей эпохи. В первой части мы говорим о том, откуда вырос этот стиль монументализма, каковы были его истоки, как складывалась школа. И вторая часть экспозиции, как он реализовывался в жизни. Бойчукисты проявили себя практически во всех художественных практиках. Это и станковая картина, это и графика, графика книжная, это иллюстрации, это сценография, это керамика, прикладное искусство и так далее. Главный тезис Бойчука и учеников его школы – монументальное искусство должны видеть десятки тысяч людей, а не только посетители выставок и музеев. Творения художников должны украшать быт человека. И поэтому они кинули свои силы на Межгорский техникум, куда поехала Павленко с Сидлером, создавать керамику. И не просто создавать, а создать техникум, кадры, учить их композиции, учить их технологии. Бойчукисты создавали вокруг себя атмосферу искусства. При техникуме возник кукольный театр, так называемый революционный вертеп, с которым они гастролировали по окружающим селам. На выставке представлены и малоизвестные работы бойчукистов в области сценографии, проекты сценических декораций, эскизы костюмов для театральных постановок в Молодом театре реформатора Леся Курбаса. Графика очень была сильная у бойчукистов. Как раз вот графика печатная, она пострадала меньше всего. Очень, кстати, плакаты пострадали. Вот это самое пропагандистское искусство, их практически осталось там 3-4 штуки. Олипинская бойчук тут была в Киеве, она преподавала графику и потом полиграфию. Незаурядным явлением стал выход Кобзаря с модерновыми иллюстрациями Василия Сидляра в 1931 году. Издание с восторгом отметили на Западе, однако в советском Киеве оно вызвало шквал критики и непонимания, что сделало невозможным запланированное следующее издание уже с цветными иллюстрациями художника. Создатели выставки попытались ответить на сложный и неоднозначный вопрос. Почему так случилось, что именно творческое направление бойчукистов подверглось наибольшим репрессиям и физическому уничтожению мастера и многих его учеников? Почему он стал враждебным? Потому что его упрекали, что он воспевает мелкобужуазную стихию, которым в 30-е годы было объявлено украинское крестьянство. Для бойчука крестьянин в его композициях, в его произведениях заменил святых. Богоматерь заменила крестьянка с ребенком. Сакрализация крестьянской действительности была основной почвой для творчества бойчука, основным содержанием. Основным грунтом для творчества бойчука, основным сместом. Уже со второй половины 20-х годов их начали критиковать. А у вас вот одни крестьяне, а где же ведущая роль пролетариата в ваших работах? Бойчук повертает сакральное мистерство. Бойчук возвращает сакральное искусство. Источником его искусства является искусство церковное, а церковь, она чужда пролетариату. Когда в 29-м году бойчукисты закончили росписи крестьянского санатория под Одессой, то крестьяне приходили в этот санаторий, смотрели на фрески и говорили «Боже, красиво, как в церкви». Естественно, что тогда и начали закручивать гайки. Он хотел создать национальный стиль. Вот эта национальная составляющая его творчества, может быть, и была главной причиной отторжения советской власти. Инкриминировали абсолютно вещи бессмысленные. Он часто ездил за границей. Ну, во-первых, он 10 лет своей жизни провел за границей, пока учился. Это Вена, это Италия, это Краков, это Париж, в конце концов. В 20-е годы он очень много выезжал за границу. Ну, как бы формально было, что вот вы создали фашистскую организацию подпольно. И это и в письмах его, и в письмах Софии Инны Липинской, Байчук. Она буквально писала. Она, скорее всего, что расстреляет. Она откровенно об этом говорит. Сохранилась фотография Байчука 30-го года, где вот какая-то печаль, не то чтобы обреченность какая-то присутствует. Авторы рассказали, что сразу после арестов все наследие байчукистов подверглось со стороны большевистской власти средневековому вандализму. Монументальные работы просто сдирали, сбивали, закрашивали. Живописное полотно жгли, резали, рвали в клочья. Уцелели только отдельные эскизные или камерные работы. Здесь представлена работа «Росстрел Межигири». Это известная работа Седлера, знаковая, которая была просто залита кислотой или какой-то жидкостью, где уничтожена 60% площади работы этой картины. А работы Байчука, например, были вообще там просто детективные истории, которые сохранила Ярослава Музыкова Львове. Когда она была девочкой 16-летней, они жили в одном доме с Байчуком в одном здании, где у него была мастерская. И она просто, когда он уехал в Киев, все это собирала и хранила у себя, как он ее попросил. И потом, когда уже ее арестовали в 1948 году в Бурзуфе, ее муж собрал эти все работы, замуровал их в семье между двумя квартирами, ихней и ее сестры. И она там у него десятилетиями лежала. На сегодняшний день 78 работ Байчука, 52 из них сохранила как раз Ярослава Музыкова. В течение 10 лет Байчукисты создали более 20 монументальных ансамблей, и ни один из них не сохранился до наших дней. Изображения росписи дошли только в виде черно-белых репродукций или отдельных любительских фотографий. Фотографии есть, поэтому отчасти мы их и показываем вот на этой реконструкции. И группа наших коллег попробовала реконструировать, как бы это могло выглядеть в цвете. Ну, как версия художественная. 20-е столетие все больше отдаляется в историческое прошлое. У современников меняется ракурс, точка зрения на те или иные явления, события. Но благодаря таким выставкам неизбежно восторжествует истина и заслуженная благодарность потомков. Если мы ставим перед собой вопрос, а что именно дала Украина мировой культуре, я думаю, что мы в первую очередь будем говорить об искусстве 10-х, 30-х годов, вот этого периода великого эксперимента, насыщенного именами величайших художников, которые работали в русле мировых тенденций. Что ж, не только по крупицам собирать и лелеять наследство талантливых людей, которые навсегда остались в истории искусства под именем бойчукистов, но и использовать, развивать их опыт – задача нынешних творцов. По скриптум. В современных городах массово увлеклись мурализмом. Но мало кто знает, что первооткрывателями этого направления были украинские монументалисты школы бойчука еще в 1919 году. Они хронологически опередили всемирно известные шедевры мексиканского муралиста Диего Риверы. Время собирать камни. Редактор субтитров А.Семкин